Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Молодые профессионалы. Команда из Анапского колледжа «Сфера услуг» принимает участие в национальном этапе соревнований WorldSkills. Удобно, доступно, без очередей. Большинство государственных и муниципальных услуг сегодня можно получить в электронном виде. С Международным днём семьи. А конопчане относятся к празднику и что для них значит семья и семейные традиции. На Кубани продолжаются дебаты в рамках предварительного голосования «Единой России». Праймерис, напомним, состоится 28 мая. Дискуссия о развитии сети культурно-досуговых учреждений состоялась в выходные в станице Натухаевское. О своей позиции в этом вопросе заявили участники предварительного голосования Южного избирательного округа номер 27. Участники предварительного голосования Южного избирательного округа номер 27 встретились на дебатах. Действующий депутат ЗСК Владимир Верстунин, государственный служащий Игорь Кондратьев, глава Анапы Сергей Сергеев, предприниматель Георгий Чечётко и действующий депутат ЗСК Фёдор Янишогла. На повестке дня организация досуга. Парламентарий Владимир Верстунин подчеркнул, более половины клубов в крае нуждается в ремонте. И добавил, власти выделяют всё больше средств на эти цели. Если в 2015 году на ремонт зданий и укрепление материально-технических базов муниципальных учреждений культуры было предусмотрено 12 миллионов рублей, в 2016 году уже 50 миллионов, то на 2017 год 135 миллионов. Это что касается краевого бюджета. В Анапе отрасли культура повышенное внимание. Город-курорт должен достойно встречать гостей, а анапчанам давать возможность вести насыщенную жизнь. Приоритеты в работе власти – укрепление материально-технической базы и хорошие условия труда в отрасли. За последние 7 лет на ремонтные работы потратили порядка 140 миллионов рублей. 50 миллионов рублей на доплату работникам культуры. О проблемных моментах в соседней территории говорил другой депутат ЗСК. Там, вот в Абраме, где всё, люди хотят заниматься, а вот нету площадки. Вот они обратились, мы им помогаем в Доме культуры сделать пол из ламината, и чтобы люди танцевали, а человек 100, и ни день не могут найти место. Традиционно были вопросы от собравшихся. При высоких темпах, которые она повзяла в ремонте местных ДК, Сергея Сергеева спросили о механизмах контроля за расходованием бюджетных средств. Юровка, Малый Разнокол, Виноградный. Результат – отремонтированные сельские дома культуры. Государство этот механизм давно придумало. Если кто-то из вас уже проходил капитальный ремонт многоквартирных живых домов, то знайте, без подписи из Данкома деньги подрядчику не выплачиваются. То же самое и здесь. На мой взгляд, в каждом культурном учреждении должен быть попечительский совет. Тогда будут приобретаться и инструменты, и ремонты делаться, и одежда сцены, и костюмы, и всё. Так вот этот попечительский совет, куда должно входить и общественность, и руководство, должен контролировать расходы. Внутрипартийные выборы пройдут 28 мая. Участники дебатов призвали жителей принять в них участие. Студенты из Анапы принимают участие в национальном этапе соревнований молодых профессионалов, который открылся сегодня в Краснодаре. Две команды виноделов – флористы, мастер кирпичной кладки, учащиеся сельскохозяйственного техникума. В компетенции предпринимательства участие принимает команда из Анапского колледжа «Сфера услуг». Наши ребята доехали, всё разместились замечательно. Здесь как раз сейчас идёт первый день открытия. Достаточно много уже приехали гостей, иностранных гостей. Наши конкурсанты, которые от техникума идут, тоже уже, в принципе, ознакомливаются с заданиями. Могу сказать, что задания достаточно сложные. Вот и по кирпичной кладке так усложнили задания, по флористике. Наша компетенция виноделия пользуется большим спросом. Многие посещают её, фотографируются. Настроение у всех хорошее, бодрое. Сейчас здесь можно сказать, что приехали самые лучшие в России студенты профессионального образовательного сообщества. И я могу сказать, что мы на уровне здесь смотрим. 15 мая по всему миру отмечается тёплый и светлый праздник – День семьи. Для каждого это опора и поддержка. С семьёй связано множество приятных моментов и воспоминаний. Наша съёмочная группа узнала у жителей и гостей города-курорта, что для них значит семья. Семья – это, прежде всего, взаимопонимание, взаимоуважение, ну и, конечно, любовь. Сейчас для меня это важнее всего. Хочется двигаться в этом направлении, как женщина. Быть женой, домохозяйкой, мамой. Это же и моральная, и материальная поддержка. Семья – это и радость, и переживания вот за таких вот. Правильно? Они же радость доставляют. Вот так жизнь идёт, и кажется, что это всё нормально, так и должно быть. Дети, внуки, чё ещё. Вот она и есть семья. И радость семьи в этом, что дети, внуки. Ну, это самое главное. Пока были дети маленькие, они радовали, всё для них делалось. Когда внуки уже начали появляться, у меня сейчас трое внуков. Ну, один внуки, две внучки. Вот сейчас дочка с внучкой приехали, отдыхают, вчера гуляли. Это уже самая большая радость, когда есть внуки, когда знаешь, что что-то своё можно хорошее передать им, чтобы у них тоже этого осталось. Ну, семья для меня – это всё. Семья – это моя. С родителей начинается, с моих бабушек, дедушек. Семья – это мои дети, теперь уже внуки. Вот это всё моя семья. Как оказалось, у многих есть и свои семейные традиции. Это семейные праздники, прогулки по городу и даже образ жизни. У нас есть семейная традиция, потому что у нас выходные – это суббота, воскресенье. И мы собираемся всей семьёй. У меня большая семья. У меня есть папа, сын, сноха, дочь, внук. Поэтому мы все собираемся вместе. У нас есть какие-то определенные игры даже. Типа лото зимой, летом – это дача. И это традиционно. У меня сын живёт в Сибири, в Прокопьевске. Приезжает каждый день, мы ждём его. Это у нас получается как Новый год, как 8 марта, как день рождения. Спортивно, заниматься спортом и служить, как говорится, родине. Что-то делать для людей. У Анапчан появилась возможность сэкономить время. Большинство государственных и муниципальных услуг сегодня можно получить в электронном виде. В любые дни, время через компьютер или телефон с выходом в интернет. Федеральный портал госуслуг www.gosuslugi.ru – это отсутствие чередей, простота и удобство. Для регистрации на портале потребуется паспорт, СНИЛС, адрес электронной почты и номер мобильного телефона. Отправив заявление на услугу, можно по номеру документа отследить весь путь её прохождения и статус обращения. С января этого года пошлины на госуслуги оплачиваются со скидкой 30%. На сайте госуслуг подаются заявки на получение или обмен гражданского из граничного паспортов, регистрацию автомобиля. Не выходя из дома, через портал можно узнать свой ИНН и задолженность по налогам, состояние пенсионного лицевого счёта и подать заявление о назначении пенсии, поставить ребёнка на учёт в детский сад и получить другие услуги. Тест-драйв пройден. Жители и гости города по достоинству оценили велодорожку на Пионерском проспекте. Она стала, по сути, катализатором масштабного благоустройства. Вдоль неё уже высажены сотни саженцев деревьев и цветов, появились газоны и обновили дорожки. За последними штрихами в наведении красоты наблюдала наша съёмочная группа. Благоустройство велосипедной дорожки идёт семимильными шагами. Городские коммунальщики и агрономы в ближайшие дни уже полностью планируют ввести в эксплуатацию новую зону отдыха. Причём уже сегодня она пользуется необыкновенной популярностью как у жителей, так и у гостей курорта. Благоустройство территории просто на высшем уровне. Мы просто всем довольны. Мы приехали после снежной Москвы. У нас там непогода, и вдруг такой, прямо зелень, всё. И здесь постоянно ведутся какие-то работы, что-то уже закончено. Внук, мы приехали с внуком, он вообще остался. Он говорит, вчера проходили, работали, асфальт клали, сегодня прошли уже, всё лежит, асфальт лежит. Он такой замечает всё это дело. Так что просто всё на высшем уровне. Спасибо администрации района, спасибо. Вообще, очень всё великолепно. Мы остались полностью довольны. И домой приедем с полными впечатлениями. Мы вот здесь вторую неделю. На глазах видно изменения, очень радует. Во-первых, вот то, что прямо на глазах видим, как съезды сделали, дорожки. Мы её не видели изначально, либо мы что-то пропустили. Но сейчас очень радует. То, что мы можем уехать и не так уже биться об эти кочки. Соответственно, да, соответственно, цветы. Прямо вот на глазах не было. Смотришь, уже новая клумба появилась, озеленение. Здорово, молодцы. Третий день здесь отдыхаем с семьей. Нам здесь очень всё нравится. Вот смотрю, идёт благоустройство полным ходом. Очень приятно для детей. На объекте работают сразу несколько бригад. Одна меняет старый бордюрный камень на новые поребрики. Вторая делает земельную отсыпку вокруг прогулочной зоны. Уже завтра специалисты зеленстроя высадят цветы на новых клумбах. Засеют травой газоны. Работу по благоустройству также ведутся и в самом городе. Сразу несколько бригад работают в районе курортной зоны города. По благоустройству на данный момент сегодня две бригады занимаются покраской набережной на район кладбище. С двух сторон идут два компресса, четыре человека работают. И спуск от набережной к морю. Кроме этого, в рамках благоустройства города проводится асфальтирование проблемных участков на центральных улицах. А в рамках проекта «Доступная среда» сегодня специалисты планируют завершить установку пандусов на улице Гребенской. Во Всероссийском детском центре «Смена» юношам и девушкам рассказали про то, как стать волонтером и почему это не только важно, но и интересно. Они встретились с одним из тех, кто после выхода на пенсию помогал в организации событий не только всероссийского, но и мирового масштаба. Волонтерское движение набирает обороты и в городе-курорте. Российский этап хоккейного Еврокубка, Олимпиада и Паралимпиада в Сочи. Далеко не полный список мероприятий, на которых работал Алексей Проскурин. После выхода на пенсию у него началась в прямом смысле новая жизнь. Волонтерство – возможность, с одной стороны, увидеть своими глазами крупное, а может быть и историческое событие, получить незабываемое впечатление, а с другой – принять участие в его организации. Мне очень понравилась сегодняшняя встреча. Я узнала очень много интересного о отрасли волонтерства. Узнала, что это очень увлекательно, что это великолепная возможность увидеть мир, познакомиться с разными людьми. И будет что рассказать другим. В зале – сменовцы из самых разных регионов России. Многие слышали о волонтерском движении, но после встречи были те, кому захотелось узнать больше, а может даже и попробовать свои силы. По словам Алексея Проскурина, в движении остаются те, кто проникается атмосферой и возникающими эмоциями. Волонтеры – это еще и лицо страны. Я пожелаю ребятам или вообще, чтобы волонтерское движение процветало, потому что это необходимость. Это вот именно люди, которые имеют талант. Это будет большой-большой волонтерский ком, который я пожелаю, чтобы это было. В Анапе сегодня сотни волонтеров, как молодых, так и серебряного возраста. Нина Галкина в 2012 году решила поехать на Сочинскую Олимпиаду, где стала самым пожилым волонтером. Сейчас ей 77 лет. Пока вот есть силы, оно же интересно, оно как-то не просто сидишь где-то на лавочке. Вот интересно же, общаешься с молодежью. Вы знаете, вот я даже когда, ну раньше была, смотрела на молодежь, как-то, знаете, вот думаю, ой, какое же прям плохо, ну не очень хорошо. А когда побывала на Олимпиаде, пообщалась с ними, вы знаете, как-то зауважала. Вот, и тут вот было, вот были на форуме, вот в смене тоже, смотрели, прям такие ребята активные, умные какие-то, все здорово. Так же, как и волонтеры со всей России, анапчане готовы потрудиться на первенстве мира по футболу. В городе-курорте сразу на двух площадках будут тренироваться команды, матчи пройдут в Сочи. На центральном городском стадионе «Спартак» состоялась третья игра футбольного клуба «Анапа». В этих открытых соревнованиях за Кубу губернатора Краснодарского края «Анапа» уже одержала две убедительные победы в матчах с футболистами из Крымска и Геленджика. Нынешние соперники – футболисты из Краснодара. Команда «Южная звезда» по итогам первых игр в числе аутсайдеров. Поэтому анапские игроки были в полной уверенности, что победа достанется им легко. Но, как показала игра, все оказалось наоборот. Краснодарцы мобилизовались и полностью отдали себя игре. Только в конце первого периода анапчанам удалось забить первый гол. Однако во втором тайме «Южная звезда» забила сразу два гола в ворота «Анапы». С большим трудом анапчанам удалось отыграться и свести к ничьей со счетом 2-2. Этот матч показал, что противников никогда нельзя недооценивать. Футбол уже не раз доказывал, что любой аутсайдер бьет любого самого сильного соперника. Поэтому никогда нельзя недооценивать. Пока ребята не могут поверить в свои силы, в себя. Хочу сделать так, чтобы они раскрепостились на поле и стали более уверенно чувствовать себя, более уверенно действовать, взаимодействовать. Но это надо время. На это нужно сыгранность, время. Конечно, не хватает физподготовки, которой не было практически. А так, все впереди. Я думаю, все получится. На подготовку у анапской команды совсем мало времени. Уже в эту среду, 17 мая, анапские футболисты встретятся со спортсменами из Новороссийского в матче на Кубок Краснодарского края. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 4 24 19. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова